Ну что, давайте, как всегда, наведем порядок и все упростим. Прежде всего, глагол «знать» на иврите «лядаат» — это именно «знать что-то» или «знать о чем-то» с предлогом «аль» или с предлогом «эт», если мы что-то знаем. «Эт» не обязательно использовать, тут уже по определенности в дополнении. «Узнать о чем-то» или «узнать, запятая, что» — это «легалет». Поэтому, когда мы хотим сказать «я только утром об этом узнал», то мы можем сказать «рагбабокер гелитий альзе» или «гелитий ше». То есть «я узнал, запятая, узнал, запятая, что». Если мы хотим сказать «узнать кого-то» в плане «распознать» — это уже другой глагол, потому что другой смысл. И тут мы используем глагол «ле за год». Когда вы кого-то встретили, говорите «Ой, я тебя не узнал». «Лоси идти от ха» или «Лоси идти от ах». Да, только не говорите «богатым будешь». Вы врите, нет такого выражения, вас не поймут. Что касается глагола «но да», «но да» — это «стало известно». Поэтому в этом глаголе мы всегда будем дополнять дательным падежом. Например, «мне стало известно» — «но дали». Или «нам стало известно» — «но да», «ля ну». Это «бинян не фаль» с корнем «юддалит айн», с тем же корнем, который образует глагол «знать». Просто в «бинянне не фаль» буква «юд», первая буква корня, превращается в букву «вав» и читается как гласное «о». Ну а если вы хотите более подробного разбора глагола «легалот» и корня «гимельамет» и какие слова он еще образует, то пишите в комментариях. Хотим разбора.